Музыка Эта девятиэтажка известна многим жителям Ульяновска. Она находится на одной из самых оживленных транспортных магистрали города, на улице Пушкарёва. Но проблемы жителей, которые скрываются за кирпичными стенами этого дома, известны далеко не каждому. Во дворе дома многолюдно. Жители дома номер 44 по улице Пушкарёва толпятся на разбитом асфальте и обсуждают наболевшие вопросы. Они бы и рады изменить дом в лучшую сторону, но не могут. Изменения мешают долги, которые мёртвым грузом висят на доме. Когда я стал старшим по дому, я, естественно, запросил документы, чтобы произвести капитальный ремонт в подвале, крышу и замена электропроводки. Мне сказали, вам установили 6 лифтов, стоимость каждого лифта 1 миллион 800. И у вас на текущий день составляет задолженность 8 миллионов. Было больше. Всего установка лифтов в 2015 году обошлась жителям дома в 11 миллионов рублей. Собранные собственниками 3 миллиона в качестве взносов на капитальный ремонт списали. Жильцы утверждают, что их ввела в заблуждение городская управляющая компания Свеяшского района, работавшая в то время на доме. Якобы обещали сделать всё бесплатно. Или почти бесплатно. А многие даже не помнят, что голосовали за решение о замене 6 лифтов. В фонде модернизации ЖКК утверждают, что всё законно. Лифты попали в программу капитального ремонта, действующую в области 2014 года. И платить за них придётся. В соответствии с региональной программой по адресу Пушкарёва производился капитальный ремонт лифтов. Соответственно, те затраты, которые были понесены на выполнение работ по замене лифтов, они лежат на собственниках. Потому что источником финансирования этой программы капитального ремонта являются именно средства собственников. Долги за произведённые работы должны быть погашены до конца 2044 года. Можно и быстрее, но тогда придётся повышать ежемесячный взнос на капремонт. В доме, где большая часть жильцов пенсионера, повышение не потянут. Пока же с долгами не рассчитаются, проводить работу по капремонту в доме не будут. Проблем же у жителей много. И они готовы говорить о них долго. Как мы заселились, ни разу не был никакой ремонт. Сколько мы не обращались в компании. Ремонт пройдёт собрание. И ничего не делалось. И вот сейчас отмозки, цоколь. Всё пришло в упадок и ничего не делается. Придут рабочие, замажут дыр кое-как и уходят. Проблем с крышей постоянно. Последние вот 10 лет вообще это страшно. Как начинаются сильные дожди, всё протекает. И тазы, и вёдра без конца. Нельзя выйти из квартиры. Я в это лето никуда не могла ни выехать, ни уйти. Постоянно, как дождь, сидишь дома. Только выливала воду. Неудовлетворительность состояния подъездов вызывает опасения подвал. С учётом того, что дом проливает страшную запроводку. Чуть что, и может коротнуть. В фонде модернизации ЖКК уверены, ситуация не безвыходная. Программа капитального ремонта – это не единственный выход из сложившейся ситуации и решения проблем, которые имеются на многоквартирном доме. Потому что есть и управляющие компании, которые занимаются решением текущих проблем. Не отказывается решать проблемы дома управляющая компания Кодом, которая сменила ГУК за Свияжского района. Обещает изыскать средства и провести текущий ремонт. Ну, опять ведь это изыскивать. Когда у нас свои были деньги, они откладывали, жители. Жители откладывали эти деньги. Всю жизнь они эти деньги 11 копил, миллионов, и как этих вот так, раз, и всё. Жители настроены решительно. Готовы обращаться к своим проблемам к губернатору Сергею Морозову. Остается вопрос, кто и зачем их ввёл в заблуждение, и как им выйти из этой ситуации. И когда будет отремонтирован дом на Пушкарёво? Данила Ноздряков, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.